За последние две недели число людей, у которых выявлен ковид-19, возросло. Болеют и сами специалисты. На сегодняшний день объем проб, которые могут принять ПЦР-лаборатории, сократился с 1500 до 500 в сутки. В республиканской больнице временно отменены плановые операции, а в кабинет к терапевту ежедневно выстраиваются длинные очереди людей с подозрением на ковид. На сегодняшний день ситуация очень сложная. Во все времена у нас по два человека дежурило хирургов. Дежурили хирурги, сосудистые, травматологи, все на свете. Сейчас мы в лучшем случае на дежурство оставляем одного врача-хирурга, оставляем одного врача-травматолога. Наши медсестры и наши санитарки практически сегодня все болеют там. На пятницу у нас отсутствовало 26 человек только по врачей по причине заражения вирусом. И вот на сегодняшний день у нас в наличии всего 38 человек. В Сухомской детской поликлинике коронавирусом заболело почти 50% сотрудников. Несмотря на это, медучреждение работает в штатном режиме. По данным на 30 января, из обратившихся 72 человек, 63 ребенка оказались ПЦР-положительными. Поэтому в связи с этим мы переходим на новый режим работы. То есть амбулаторный прием профилактический, как мы вели дети до года, он прекращается. Потому как у нас и сотрудники, а многие заболели, и врачи, и медсестры. Поэтому мы сейчас работаем в авральном режиме довольно напряженно. В связи с тем, что сейчас большие очереди в ковидный кабинет, мы сделали так, чтобы две бригады принимали таких больных. Поэтому два врача на приеме и четыре медсестры на ПЦР-забор. Как вы знаете, у нас не только забор идет, но и педиатрический осмотр ребенка больного с назначениями. Это по времени довольно такой процесс небыстрый. Осталось вообще пять педиатров. Но все, я хочу сказать, что все узкие специалисты остаются на местах. То есть если какой-то соматический больной или какой-то экстренный больной, не связанный с ковидом, такое что же бывает, мы, конечно, его примем. Риски рост больных ковид-19 среди населения вызван новым штаммом ковид-19 – омикрон. По словам специалистов, омикрон распространяется молниеносно, однако болезнь проходит в более легкой форме. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, высокую заболеваемость среди врачей и работу в авральном режиме в медучреждениях, врачи ежедневно принимают пациентов и стараются уделить внимание каждому больному.